здравствуйте я наталья сафронова я бизнес-тренер в этом видео я расскажу о себе своей карьере о том как все начиналось и какое какие компетенции я освоила на пути своего развития с 2013 года я бизнес-тренер до этого времени 8 лет я была руководителем и руководила предприятиями разного масштаба иногда это было несколько предприятий одновременно это были как масштабные так и миниатюрные предприятия в целом опыт очень такой интересный вообще мое высшее образование это организация коммерческой деятельности работа с людьми управления построение эффективных бизнес процессов и в целом мое образование в общих таких чертах она мне очень помогала но я сталкивалась тем что не совсем достаточно каких-то прикладных знаний потому что общее такое фундаментальное образование но конечно интересное хорошее полезное и все-таки мне приходилось очень много осваивать управленческих инструментов в процессе своей деятельности в процессе работы мне в жизни я считаю повезло потому что я работала в компании mariot это сеть международная сеть отелей и я работала управляющий при одном в одном из отелей от управляющий ресторана меня часто спрашивают как так началось и как вы стали бизнес-тренером как так получилось вот благодаря сети отелей mariot и отели в частности mariot grant в москве на тверской находится мне было очень так хорошо показано да как сотруднику как менеджеру как построена система обучения в этой сети и обучение разных уровней разных компетенций и мировоззренческое и навыковое обучение в том числе и не только на русском языке но и на английском так как стандарты международные нужно было и знать и проработав определенное время в этой компании я так с удовольствием впитывала все как устроено обучение в этой сети и потом уже сменив предприятие я перенесла всю ту систему которую я получила перенесла на свое скажем на свой круг влияние то что я могла сделать я все это применила и когда эта компания стала очень мощно развиваться и в 2013 году одновременно было открыто 10 новых предприятий и компании потребовался внутренний корпоративный тренер то в общем не вызывало сомнений кому предложить эту должность потому что на моем предприятии все было очень отстроено и структурировано в плане обучения и вот так с 2013 года я стала бизнес тренером сначала это был внутри корпоративный формат работы и последние два года я тренер фрилансер и даже может быть назову себя таким другим словом это трекер трекер это тот кто сопровождает компанию на пути ее развития на пути достижения целей и трекер работает не разово в компании работает длительный период времени в разных форматах я расскажу эти разные форматы работы в разных форматах для того чтобы помочь компании продвинуться к ее бизнес-целям бизнес-задачам моя первая программа которую я стала вести профессионально эта программа по стивену кови 7 навыков высокоэффективных людей и в тот момент компания приобрела лицензированный курс и я полностью освоила всю программу и все технологии методики упражнений игры все что помогает людям раскрыть потенциал своих семи навыков и далее уже с 2014 года мне стало интересно получить профессиональное образование бизнес-тренера я поступила в открытый университет марка кукушкина и в течение года я обучилась получила диплом тренера который наверное считается одним из самых востребованных или самых лучших которые подтверждают компетенции бизнес-тренеров это очень достойно получить образование у марка кукушкина и после 2014 года так как этот человек такого очень широкого мировоззрения и он посеял много-много зернышек какие еще тренеру нужно развивать компетенции в общем-то мой путь развития только начался в этот момент и я обучилась технологии фасилитации коучинга нлп процессуальной психологии кроме того меня очень интересовали сферы личностного развития потому что работа в тренинге работа с навыками это в том числе работа с личностным уровнем отдельно взятого человека и мне было очень интересно узнавать про личности поэтому я изучила такие сферы как биоэнергетика астрология и даже сексология в силу того что я вообще выходец из таких мощных корпоративных структур то мне очень понятно как работать с корпоративными заказчиками и мои основные заказчики клиенты это крупные компании которые имеют несколько предприятий структуру четкую разнообразные подразделения отделы и каждый понимает у кого какая должность и кто чем занимается и вот такие крупные заказчики это мои заказчики и несмотря на то что они крупные вот чем больше компании тем больше наверное есть такого коммуникативного шума когда людям действительно сложнее понимать друг друга есть моменты разногласий и вот это как раз те темы которые мне очень интересно и исследовать и помогать в этом разбираться заказчиком около 50 компаний так навскидку если сказать за вот эти шесть лет как с которыми мне удалось поработать в разных городах это город москва и города сибирского региона кемерово новосибирск новокузнецк это основные города мои компании это крупные компании которые занимаются клиентским сервисом например это компания ресторанного гостеприимства и вот один из моих основных долгих и крупных таких заказчиков имеет предприятий в разных городах это кемерово москва и новосибирск и вот в связи с этим мне удалось поработать с разными городами несмотря на то что одна компания одно единоначалия каждый город имеет некоторые свои особенности культурные и профессиональные а есть одна компания сибирская вышивальная фабрика это производственно-торговая компания работа с ними особенно интересно было потому что мы готовили компанию к переходу на самоуправление и после около полутора лет работы с сотрудниками персоналом построением коммуникативных бизнес-процессов компании компания собственной компании предложил своим сотрудникам вот эту идею самоуправления объявил что мы будем пробовать тестить и развиваться в эту сторону и вот уже почти два года они успешно двигаются в это в этом направлении самоуправление это тоже такой момент кажется много свободы но в этой свободе много и сложности возникает потому что там никто не прикажет никто не заставит и никто не не определит как тебе двигаться каждый должен сам себя определять и в этой связи самоуправляемая организация это такая большая атмосфера для личностного роста для прокачивания личностных качеств кроме того у меня крупные заказчики это угольнодобывающие компании компания такая как sds крупный сибирский холдинг стройсервис которые и угольные предприятия имеют и металлопроизводство в этих компаниях в основном работа производится с кадровым резервом эти предприятия уделяют особое внимание тому той смене поколений руководителей которые они готовят и уделяется внимание также отделу продаж отделу закупа потому что это те те отделы которые осуществляют огромный коммуникативный процесс много стресса и такая хорошая реакция должна быть и скорости понимать клиентов нужно и здесь руководители этих отделов они особое внимание уделяют тому как развивать своих продажников закупщиков менеджеров клиентских и так далее есть еще одна торговая крупная компания компанти компания конти это конфеты они производят и продают по всей россии и также вот я работала с региональными руководителями сибирского региона который я пытаюсь использовать в альтернативном альтернативном на и альтернативном и и и и